Про утят, про желтых Очень мальчик шумный И орет натужно Успокоил снова Желтенький утенок Славный правослово Этот ребятенок Взял планшет у мамы В интернете стоны Повышают хамы Возраст пенсионный Нужно выйти срочно С властью на войнушку Власть всегда порочна К рюкзаку игрушку Лучше вместо школы Побежать на митинг Выпить кока-колы Воевать, как викинг Не хотим жить в клетке Нас обворовали Хором малолетки Путину орали В автозаке мальчик умиротворенный Тихий, словно зайчик Властью оскорбленный Властью оскорбленный Но собой довольный Он непокоренный Да и день прикольный Дома ждут игрушки С митинга зарплата Мягкие зверушки Желтые утята Не, ну про проблемы На своей стране я и сам знаю Конечно Я не ура, патриот Но я, конечно, и не Малолетка с желтым Путенком с резиновым Поэтому и стихи тоже разные есть Но ребятенок еще маленький Думаю, не сильно все и страшно Томата у меня в стихах нет Тоже из таких у меня стихов Лукоморье изменилось Царь Кощей, скажи на милость Бывший душегубь и вор У русалки сутенер На ветвях сидит русалка Бизнесвумен, куртизанка В очереди к ней стоят Тридцать три красавца в ряд Возле дуба кот ученый В общий бизнес вовлеченный Сладко песенки поет Без фанеры, коль не врет Круга Пугачеву лепса Для услады слуха плепса Так же сказки говорит Развлекает плебисцит Не меняет он программу Прерываясь на рекламу Кто-то слушает, кто нет Кто-то верит в этот бред В Лукоморье все как в жизни В развитом капитализме С горьким вкусом карамель Там, за три девять земель Ну все-таки баба яга Ну сказочная тема Ладно, тогда про баба ягу Все-таки спою Говорит, невеста Ну правда, если честно Я подумал, это баба яга Изначальных слов На какую нарвешь Ну тогда свой вариант Баба яги спою Баба яга Она в первую очередь Баба Пусть невзрачно на вид Да еще костяная нога Из-за этой ноги Ковыляет походкою Кораба И обидное прозвище К ней прицепили яга Она одиноко в изобушке Свой век доживает Внуков нет, чтоб могли восхищаться Бабулей своей Из людей вряд ли кто В гости к ней забрести Пожелает И живет она тихо И живет она тихо В лесу Среди диких зверей И звереет сама Одиночество Женщина не красит Рядом нет мужичка Чтоб заботой Ее охватить И возьмет чугунок От досады Об стену Расквасит Со слезами в глазах Всю посуду Начнет колотить Одиночество Душу и сердце У бабы тревожит Упадет на скамаю И заводит По волчьи Навзрыть И никто Приобнять Успокоить Старушку Не может Нет вокруг Никого Кто украсил Бабушью Быть Она просто баба Не замужем Взрослая Баба И в морщинах Лицо Не от старости А до беды Навести б марафет Разукрасить бы губы Помадой Кто оценит ее В одиночестве Тщетных труды Так и бродит Она в сундуке Косметичка Пылится Лишь избушка На ножках Куриных Сочувствует И ей Каждый вечер Отвары готовит Пытаясь Забыться А жестокие люди Пугают Старушкой Детей Каждый вечер Отвары готовит Пытаясь Забыться А жестокие люди Пугают Старушкой Детей Детей Забыться 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 Все равно Надо ее петь Наверное Кто не слышал Рассказываю Я написал песню Оказывается На свое удивление Сам удивлен сильно Я умею писать Не только по-русски Я написал Скотворение На французском языке Которое потом Стало Песней Песня На французском языке Оказывается Французский Мы все Частично знаем Ну такие слова Как Шерами Мой друг Детруа На троих Пуркуа Почему Кес-кесе Что это такое В конце концов И Шантропа Шантропа Буквальный перевод С французского К пению Негоден Песня называется Шаромыжник Основана на реальных Исторических событиях 1812 года На моем Французском Простите Мы французский Потому что Жена называет Почему-то его Не французским Говорит Эра у тебя не французская Эра у тебя еврейская Ну какое есть Не к лицу мне Погоны И китель Мне милее музыкальные Па Петь не будет Отрезал учитель Шантропа Шантропа Шарами Шантропа Я дошел до Москвы От Парижа Можно тиснуть Роман и эссе Позвоночная Вылезла грыжа Вылезла грыжа Кес-кесе Шарами Кес-кесе Добивал Обжигаясь Чинарык У Кремлевского Грелоса костра И дожевывал Черствый Сухарик Де Труа Шарами Де Труа По Смоленской Замерзшей Дороге Растирали Остатки Полка Кровоточили Стертые Ноги Пуркуа Шарами Пуркуа Хоть всегда Говорил Павра нацузский Местных Жителей Стал Понимать Материл Бонапарта По-русски Твою ж мать Шарами Твою ж мать Не швырали Мне в запину Булыжник Прогрешенья Прощали Мои И прозвали Меня Шарами Женик Я хожу И пою Шарами Шарами Ой Шарами Оп 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 Аплодисменты Шарами 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 Причем Шестик Прочитать Или песни Петь Ну А вот прочитаю Патриотическую Еще не ура Патриотическую Я считаю Просто Патриотическую Ну это то что я Чувствую Как я отношусь Ко многим Событиям Я не вставал В атаку В полный рост Не испытал Весь ужас Рукопашный Не отправлял Вагоны Под откос Не вспоминал С друзьями Бой Вчерашний Не спал В окопах Подстелив Шинель Не представляли К орденам Ни разу И не свистела У виска Шрапнель Не нюхал Отравляющего Газа Не шел На танк Сжимая Автомат Когда уже Закончились Гранаты И в дребезги Не разбивал Приклад Об голову Немецкого Солдата Я не бывал Ни на одной Из воин Чеченских Мировых И на Афганской Но нынче Слышу Ежедневный Вой С призывами К войне Уже Гражданской Я знаю Как устроен Автомат И на диван С попкорном Не присяду В запасе Я Но все-таки Солдат И помню Как давал Стране Присягу Я разберусь На чьей я стороне С друзьями Что не предали Ни разу Хватает их В моей Родной Стране Любую Мы с корнем Выдернем Заразу Сейчас еще Одну новенькую песню Спою На всякий случай Поставлю Вроде бы слова Выучил Одно маленькое отступление Перед этим Было хоть историческое Но все-таки Лирическая песня Песня-лирика Есть как лирики и физики Извечный спор Который решался Во все времена По-разному Но вот как лирик Сталкивается С физикой Непосредственно Я наварским утром Пол шестого Я вышел из дому Во двор Немного рано Что ж такого Я ж работяга А не вор Снежинки Падают Нарыло Из-под Небесной Высоты Мне небо Тверть Свою Открыло Для созерцания Красоты Представил я Себя снежинкой Себя снежинкой Парящей медленно В тиши Над якиманкой Ярдынкой Представил я Себя снежинкой Парящей медленно В тиши Над якиманкой Ярдынкой Или в какой другой Глуши Но это Жуткая Картина С меня Прогнал Охмель Пивной Летит С небес Баспальц Мужчина Его Влечет Закон Закон Земного Тяготения Что в прошлом Описал Ньютон Во время Этого Падения Я буду Весить Пару Тон Соприкоснусь С землей Всем телом Удара Мне Не пережить Лепешку Обрисуют Мелом Я Не хочу Снежинкой Быть Весить Я вот стихи свои наизусть не помню Потому что пока в процессе написания столько права внесешь забываешь какой из них правильный поэтому и песни стал писать то что песен запоминается типа проще а я вам сегодняшний прочитали только сегодня стихотворение нашел игрушку эрудит валялась долго под диваном в мозгу шальная мысль свербит нельзя считать себя бараном уселся смело за игру пивка принял немного литр гораздо проще чем в буру вот только не хватает литер практически совсем их нет осталось собственно четыре но получить хочу ответ чего я стою в этом мире остановить меня нельзя включаю интеллект могучий как жаль что нет в игре ферзя и джокера на всякий случай четыре буквы вот и все чем обладаю я в натуре искал подсказки у басё копался час в макулатуре перечитал страшилки по и осенило в одночасье из жалких букв ж-п-а-о составить сложно слово счастье а за что меня любят евреи но не все только те кто мудрее пейсы я старательно брею как положено не еврею а за что меня любят татары я про всех не уверен но все же как начнем свои тары бары этим мы с татарами схожи а за что меня любят узбеки да за то же что любят татары сильно щурю на солнце веки и кидаю умело зары а за что меня любят славяне но не так чтобы все поголовно в большей степени северяне утверждаю не голословно не важна мне национальность с черной гривой или светловолосы и фамилия и ментальность и глаза и размеры носа может эта уверенность ложна и аж нормальный не маза не сада не любить меня тоже можно ненавидеть только не надо лирика о любви не принимайте стих за бредни красотку повстречал на медни сложна поэцкая стезя не описать никак нельзя я повстречал ее в лугах на длинных от ушей ногах в траве зеленой до колена я к ней приблизился не смело чтоб убедиться в том что бог создать такое чудо мог чтоб насладиться красотой и напроситься на постой как крылья бабочки ресницы во сне такое не присниться и под ресницами видны бездонной синей глубины прекрасные как бирюза большие влажные глаза а грудь размер почти двадцатый не обхватить гигантской лапой в мою уж точно не войдет но манит словно мух на мед у древнегреческих гетер я не встречал такой размер да что там грудь не грудь а в имя спросил я у красотки имя сказал что я большой поэт она мучала лишь в ответ хвостом гоняя с бедер мух не больше трех не меньше двух его старение я вы давно уже в авторской песни летом сейчас опять начинается сезон наших посиделок в лесах в палаточке была такая песня в свое время очень популярная как раз дым костра создает уют и вот у меня как бы на эту тематику ну как не как бы это как бы слово паразит во первых во вторых именно на это даже больше похож на продолжение нас осталось не так уж много может мы нужны для балласта но живем пока слава богу бережет он нас для контраста мы не лезем в словарь за словом от души теребим аккорды нам комфортно под небосклоном не дворяне мы и не лорды год копьется водицей сладкой выпиваем интеллигентно поделиться можем палаткой можем спальником бивалентно мы не держим в кармане фиги в нашу честь не звучат ли тавры нам страничку бы в красной книге а то вымрем как динозавры